Приветствую друзья, вы на канале Шамана и Дос, а в гостях у нас сегодня мой друг Педро, проект который реализнулся в стиме в июне этого года и с первого стрима запал мне в душу. My Friend Pedro довольно интересный продукт геймдизайна, как с графической точки зрения, так и в плане игровой механики. К тому же в игре довольно забавный сюжет, о котором я еще упомяну в этом ролике. И если вам нравились игры из серии Hotline Miami, Max Payne, Not A Hero и им подобные, то эта игрушка уж наверняка вам зайдет. Приятного просмотра! Студия-разработчик Dead Toast Entertainment создавала игру словно по заказу издателя The World Digital, потому что тут и там по ходу прохождения Педро мы натыкаемся на стилистику The Wolverine. Здесь ураганный экшен и особое повествование, где юмор граничит с абсурдом по типу изданных ими ранее хитам Hotline Miami, Serious Sam, Shadow Warrior и вышедшей в апреле Katana Zero, на которую я так и не добрался сделать вовремя свой обзор. И эта особая стилистика, проходящая через множество игр The Wolverine, мне и нравится. Море стрельбы, море безумия, чистое насилие, которое оправдывается абсурдным юмором. Где как ни в играх мы можем получить такой необычный опыт? Вот и мой френд Педро спешит наполнить нас морем приятных ощущений. По сюжету игры вы просыпаетесь где-то на мясном складе, в старом городе, куда вас притащили местные бандиты пенсионного возраста по требованию мясника Митча. Последний не брезгует разделывать людей на стейки, дабы затем приготовить сочное барбекю. Маньяк и извращенец одним словом. У нас же есть товарищ, банан и два пистолета. Да-да, вы не ослышались. У нас есть живой, говорящий, разумный банан, который служит нашему герою проводником в этот мир безумия. Мы прорываемся через ряды врагов, расстреливая гангста-пенсионеров из двух рук. При всем этом наш герой может замедлять время, как всем известный Макс Пейн, и делать при этом еще больше красивых акробатических трюков. А у ворот от пуль в стиле дядьки Нео будет изюминкой на торте. По ходу прохождения простенького, но веселого сюжета, мы узнаем, что нас заказали мяснику Митчу. И это вовсе была не его личная прихоть съесть героя. И после победы над первым боссом, коими выступает мясник, мы попадаем в нулевой округ, где нас встречает еще больше трюков, видов оружия и способов убийств врагов. Но не буду заострять внимание на коротеньком сюжете, а предоставлю вам самим разобраться в местном лоре, дабы краткий обзор не превратился в пересказ всей игры. Вместо этого мы рассмотрим сильные и слабые стороны этого проекта, которые бросились мне в глаза. Итак, как вы уже поняли, сильными сторонами этой игры являются перестрелки, трюки, увороты от пуль и замедление времени. Физика полета пуль, механика рикошетов вообще на уровне. Минимальный рукопашный бой в виде удара ногой порой украшает ваши замесы на уровнях, позволяя быстрее прорываться через сфору неприятелей, пока ваши руки заняты перезарядкой оружия. Использование предмета в окружении сильно разнообразит экшен, а прокинув стол, можно отсидеться и восстановить здоровье. Провернув несколько акробатических трюков на тросах, можно застать врагов врасплох и сильно удивить последних. Канистры с горючим, которые разработчики разбросали по уровням, добавляют спецэффектов в наш ураганный замес и здорово поджигают задницы неприятелей. С определенного момента игры нам откроется возможность пинать различный хлам, запуская его во врагов и вырубать, конечно же, при этом некоторых, сея в их рядах панику и безумие. А металлические бочки послужат как транспортом, так и оружием расправы над зазевавшимися противниками. По поводу транспорта, помимо мотоцикла, который выдают нашему герою для сражения с первым боссом, в ходе прохождения сюжетки нам будет попадаться скейт, на котором мы можем не только ускоренно перемещаться через локации, но и запускать доской во врагов, делая финты в воздухе, создавая при этом еще больше веселых ситуаций. В конце каждой локации по классике нас ожидают боссы, и многие жалуются, что боссов мало. Но учитывая, что уровни проходятся за каких-то в среднем 5 минут, до босса мы добираемся за минуток 30-40. И что же вы хотите? По боссу каждые 10 минут что ли? Как по мне, в этой игре с боссами все норм. Они разные по сложности, дизайну и механике. И сражаться с ними довольно весело. Ну и последним важным плюсом игры я бы назвал музыку. К сожалению, вставить в это видео пару треков из Педро я не могу, по причине нарушения авторских прав. Но поверьте, музычка качает и создает отличную атмосферу от начала и до конца. Да что там говорить, музыка в этой игре делает половину геймплея. Однозначно с треками все на уровне. Что касается недостатков MyFriendPedro, так это небольшое количество видов оружия нашего героя. И как бы это было не печально, 7- легко балансируется окружением, о котором я сказал минуты ранее. Противники не блещут оригинальностью. Нам встречаются однообразные враги, которые отличаются лишь небольшими перерисовками скинов и парочкой видов огнестрела. Тут все скудненько, но если рассматривать игру как соревновательный тир с друзьями, то этот минус не так сильно режет глаза. Говоря о соревновательном тире, я имею ввиду, что в Steam версии имеется таблица лидеров, где вы можете повышать свой рейтинг, проходя любой из уровней в любом порядке. К минусам можно отнести и графику игры, которая явно не фонтан, но в условиях местного сеттинга на что-то большее рассчитывать и не стоит. У нас здесь ураганный мастер огнестрела, стирая из лица земли пачки злодеев, как можно красочнее и как можно быстрее. При такой динамике особо не обращаешь внимания на прорисовку деталей, но за те деньги, которые просят за игру в Steam, можно было бы чуток больше постараться. В остальном игра мне понравилась, и придираться к прочим мелочам нет никакого желания. Лучше я раскинусь в кресле и убью десяток другой престарелых ублюдков, пытаясь утереть нос моему товарищу по сети. Вам же, друзья, я желаю ознакомиться с данным проектом поближе, так как он действительно стоит своих денег. Приятного вам мочевого в сопровождении сочного музла. Всем спасибо за внимание, буду рад, если вы проявите активность под этим роликом, а также подпишитесь на мой второй канал по стримам. С вами был Шаман. Покеда!